В корпоративном университете собрались представители молодого поколения. Те, кто смело заявляет о своих идеях и не боится строгой оценки. Региональный лидер – конкурс, который продолжает важное стратегическое направление внутренней политики государства – интеграцию молодежи в общественную жизнь. На правленческие должности должны прийти талантливые руководители, а программа, стартовавшая в Ульяновской области, поможет выявить и поддержать их. Было пять этапов. Это и психодиагностика, и дебаты. И психологи нам устраивали различные нестандартные ситуации, без подготовки нам надо было выходить, выступать. То есть с различных аспектов проверяли наши лидерские качества и так, как мы вообще реагируем. Проверить свои знания, готовность вести за собой и идти вместе с командой отважились участники и конкурса федерального. Желающих показать профессионализм набралось около 200 тысяч. Два этапа – заочный и очный – психологическое тестирование и групповые задания. Жесткий отбор финалистов. 300 человек, которые прошли финал, они получают грант на миллион рублей на обучение в Ранхиксе. Серьезно это и вуз, и серьезная программа может за эти ими пройти. Ну и сотни победителей получат наставника персонального, которые, ну это серьезные топы нашей страны, нашего управления. В регионе готовы предоставить площадку для реализации лидерского потенциала, сформировать особые муниципальные территории экономического развития. Речь идет не только о бизнесе, но и об особой культуре производства. Ребят, вас нуждается ульяновская область. Я это неоднократно говорю, но еще раз серьезно говорю. Потому что и перед страной, и перед нашим регионом, и перед другим, в общем-то, муниципальным образованием стоит очень серьезная, еще раз повторяю слово, амбициозная задача, решать которую могут только активные, простоящие, профессиональные и честные люди. В регионе успешно применяется практика наставничества, которая призвана выковать не просто специалистов в своих отраслях, но и привить молодежи азарт активной жизненной позицией. Вера Мещерякова, Юрий Тимонин, репортер 73.